Представители мегафауны Мадагаскара вымерли совсем недавно, примерно 2400-500 лет назад, как раз в период более плотного заселения острова людьми, а выжившие позвоночные с ограниченным ареалом обитания или эндемики весят не более 10 кг, предполагая, что ответственность за исчезновение этих животных в большей степени лежит на человеке, а не на климатических изменениях. Не так давно на Мадагаскаре жили гигантские лемуры, такие как кааловые лемуры или мегалодаписы, размером и весом современного человека и даже больше. Палеопропитеки были чуть поменьше. Кстати, Этьен де Флакур, автор первой книги о Мадагаскаре в 1658 году упоминал в своих записях мадагаскарскую легенду «Атра-тра-тра-тра» в человекообразном существе, что могло указывать на более поздние даты вымирания этих видов. Но это всего лишь легенда, и та не из первых рук. Помимо этого Мадагаскар был домом для карликовых бегемотов, гигантских черепах и крупнейших слоновых птиц из семейства эпиорнисовых, таких как эпиорнис максимус. Эта большая нелетающая птичка была более трёх метров в высоту и весом до 500 кг, а яйца были до 32 см в длину и весом в 10 кг, почти как 170 куриных. Жаль не успели одомашнить такое чудо, а корочка и подставки в холодильниках под яйца выглядели бы иначе. Очень примечательно и то, что эпиорнисы являются ближайшими родственниками для новозеландских киви, согласно анализам ДНК, хоть эти птицы и в 100 раз меньше. Но вернёмся на Мадагаскар. Динамика процесса исчезновения фауны Мадагаскара и роль человека в этом процессе плохо изучены из-за ограниченных данных взаимодействия между людьми и ныне вымершими видами. Вполне вероятно, что и изменения климата внесли свою лепту в эти процессы. Исследователи пытались понять процесс галоценовой потери биоразнообразия на Мадагаскаре, сравнивая данные до и после появления на острове людей. Но и здесь не всё так просто, потому как точные даты заселения острова сложно определить. Археологические данные наличия на острове деревень датируются в 1300 лет, а большая часть побережья Мадагаскара была заселена 900 лет назад. Археологические, генетические и лингвистические данные указывают на то, что эти колонисты были как австронезийского, так и восточно-африканского происхождения. После исследования экологических изменений по кернам из озёр, грибам, растущим на навозе и по переходу к растениям, способных расти в более засушливых местах, учёные отмечают значительную потерю эндемической фауны и расширение саванн, а доказательства прибытия на остров человека датировались по одним данным около полутора тысяч лет назад, по другим более четырёх тысяч лет назад. В основном самые ранние даты основывались на следах разделки туш животных, лемуров и бегемотов, а также по датировке каменных инструментов. В последнем случае результаты довольно спорные, они были основаны на методах ускорительной масс-спектрометрии и оптически стимулируемом люминесцентном датировании, вмещающих артефакты пород. Эти данные также отличались от радиоуглеродных дат, поэтому эти доказательства были подвергнуты сомнению. Помимо этого, два ранних сообщения о следах на костях слоновых птиц были отвергнуты, как свидетельство антропогенной эксплуатации, потому как они демонстрируют модификацию, которая может представлять собой естественные процессы. Похожая участь постигла и данные на основе исследований яичной скорлупы. А в новом исследовании группа учёных сообщает о следах разделки птиц из семейства Эпиорнисовых, непосредственно датированных в 10,5 тыс. лет. Эти данные более чем на 6 тыс. лет отодвигают даты присутствия человека на Мадагаскаре, что предполагает более длительное сосуществование человека и мегафауны Мадагаскара. Однако возникает масса вопросов. Если остров был заселён постоянно в Голоцене, почему прямые археологические свидетельства о жизни людей, предшествующие позднему Голоцену, до сих пор не обнаружены? И как много мигрантов прибыло на остров более 10 тыс. лет назад? Если брать аналогичную ситуацию в Новой Зеландии с большими птицами Моа, истреблёнными аборигенами Маори, то они вымерли уже через 150 лет после заселения Полинезии. Возможно, на Мадагаскар попала ограниченная группа людей позднего каменного века через Мозамбикский пролив, случайно или намеренно. Однако близость языкам алогосийцев не к африканским, а к языкам Индонезии была замечена уже давно, в более поздних популяциях. Ещё в 12 веке арабский географ из Испании писал, что жители современного острова Суматра вели торговые дела с некоторыми племенами Южной и Экваториальной Африки, понимая язык друг друга. Позже, в 16-17 веках, различные мореплаватели указывали на сходство малогосийского языка Мадагаскара с малайским языком, распространённом на полуострове Малакка, острове Суматра и в прибрежных районах Калимантана. Помимо этого, одной из причин отсутствия археологических данных может быть то, что археологические исследования были сосредоточены в основном на поселениях под открытым небом. Зачастую без детальных исследований более ранних галоценовых отложений. А находки из этого исследования были обнаружены не в результате целенаправленных раскопок, а благодаря сообщению искателя сапфиров о находке костей динозавров Блис и Лаки 10 лет назад, которые оказались костями лемуров, черепах, гиппопотамов, крокодилов и эпиорнисовых. Ну а мы, как и авторы исследований, надеемся на более детальные раскопки с учётом новых данных, чтобы лучше понимать связь между вымиранием древней мегафауны и расселением людей в Голоцене и ранее. Ещё совсем недавно, около месяца назад, в комментариях обсуждали тему заселения Мадагаскара. И вот 12 сентября было опубликовано исследование. Со временем и благодаря вашей поддержке можно охватить ещё больше интересных тем. Поэтому, чтобы быть в курсе событий, не забывайте подписываться на канал.